всем привет меня зовут валерий борискин и я приветствую вас на канале евро за рубль сегодняшнее видео я начну с того что еще раз напомню основные предположения или по-другому они называются постулаты которые я использовал при создании альтернативного волнового анализа звучат они следующим образом итак первый постулат рынок фрактален и симметричен второй рынок развивается по принципу волнового пакета третий постулат все волновые пакеты состоят из четных и нечетных волновых моделей и последний четвертый все волновые модели пакеты должны повторить ну или по-другому продублировать друг другу то бишь создать пару несколько слов о каждом из них о том как устроен волновой пакет я рассказывал видео под названием а что за пружина налога разновиденностях простейших волновых моделей которые могут встречаться на ценовых графиках мы говорили в видео алфавит наш flex и музыка волн про четные и нечетные волновые пакеты речь шла в видео под названием 32 волны ну а вопросы связанные с дублированием то есть парностью волновых моделей и волновых пакетов обсуждались ранее в ролике как считать цикл все эти видео вы можете посмотреть на моем канале евро за рубль теперь пришла разобраться пора с такими понятиями как рыночная фрактальность и рыночная симметрия начнем пожалуй с фрактальность все дело в том что с точки зрения альтернативного волнового анализа финансовый рынок можно представить как своеобразную квантовую систему в которой такой аналогичный минимальный и неделимые единицы частицы или квантом выступает вот этот самый фрактал значит именно квант фрактал и задает в нашем случае все основные свойства системы напомню что под этой системы мы подразумеваем не что иное как финансовый рынок ну вернемся пожалуй к термину фрактал если мы с вами заглянем в википедию то увидим следующее определение этого термина фрактал атлантийского слова фрактус что означает дробленный сломанный разбитый то есть фрактал это множество обладающие свойством самоподобия объект в точности или приближенно совпадающий с частью себя самого то есть целое имеет ту же форму что одна или более частей фракталы бывают математические самым известным из которых пожалуй является множество мандельбротта вот здесь на слайде вы как раз можете наблюдать этот самый математический фрактал бывают также и геометрические фракталы вот как пример здесь я привел так называемый треугольник серпинского значит который вот образуется на самом деле достаточно просто обратите внимание что вот и мы имеем синий вот треугольник в который внутрь вкладывается точно такой же треугольник но только меньшего размера правило получается такое что вот ложный треугольник отделяет то есть остальные части треугольников которую по такой же системе путем множества итераций происходит вложение одного треугольника другое но суть заключается в том что если для понимания методов построения математических фракталов необходимые специализированные знания из области математики то для понимания построения геометрических фракталов никаких знаний дополнительных не требуется в общем то все понятно на интуитивном уровне достаточно иметь лишь хорошее пространственное воображение чтобы понять как устроена эта самая фрактальная модель то есть в данном случае треугольник вкладывается в треугольник и вот так до бесконечности мы получаем вот для разной степени детализации различные вот такие вот треугольники но каждая его меньшая часть по сути она отображает допустим если мы возьмем большой треугольник тот верхняя часть треугольничка вот он будет состоит из таких треугольников и так мы можем до бесконечности увеличивать степень детализации при этом сама структура будет сохраняться то есть подобие будет сохраняться вот здесь на слайде представлена а так называемая пирамида менгера то есть что это такое это уже трехмерная иначе говоря объемное изображение треугольника серпинского вот которая имеет название пирамида менгера помимо треугольника серпинского существует и еще так называемый ковер серпинского значит в отличие от треугольной формы здесь мы имеем квадрат который также вкладывается квадрат и вот путем такого количества последовательных итераций вложения мы повышаем степень детализации ну собственно говоря по аналогии с рассмотренным примером ранее ковер серпинского а в трехмерном пространстве превращается в губку менгера губка менгера вот вы видите по сути это тоже самое что и предыдущая структура но вот форма при этом другая то есть вместо пирамиды мы получаем данном случае куб а это здесь на слайде вы видите уже увеличенное изображение вот так называемый губки менгера обратите внимание какой вспененный получается структура объемные фрактальные модели здесь она называется куб серпинского но по сути это одно и то же очень интересным получается явное разделение вот этих самых участков губки менгера на пустоты и заполненные места все хорошо просматривается и здесь но мне в данном случае особенно интересным показался факт совпадения вот внутреннего строения подобной фрактальной фигуры со структурой видимой части нашей вселенной которая при этом аналогичным образом демонстрирует вот такое вот тоже пенистое строение как и в случае с губкой менгера дело в том что такая вот пенистая структура вселенной а проявляется только на очень и очень гигантских расстояниях но вернемся к нашим фрактальным моделям другой достаточно интересный и я бы даже сказал ключевой для альтернативного волнового анализа является фрактальная модель под названием дерево пифагора как вы понимаете в основе этого дерева лежат так называемые пифагоровые штаны а вот они в нижней части а пифагоровые штаны как известно во все стороны равны таким образом если подытожить все вышесказанное то получается что представленные здесь изображения всех фрактальных моделей не обязательно обладают свойством самоподобия которая по сути вытекает из особой специфики их построения ну допустим путем вложения как в случае с губкой менгера или путем присоединения как в случае вот с деревом пифагора здесь мы квадратики не вкладываем а присоединяем вот именно путем присоединения либо вложение базовой конструкции саму себя либо самой себя при бесконечной итерации таких повторений вот здесь на рисунке мы видим так называемые магические зеркала я специально использовал это изображение дело в том что это не что иное как также фрактальное изображение здесь одно зеркало многократно отображено в другом зеркале и по сути вот то есть вложение одно другое при бесконечной итерации таких повторений дает фрактальную модель другими словами вот такая вот картина из зеркалья и соответствует фрактальной модели и так мы с вами разобрали понятие фрактальности с точки зрения финансовых рынков фрактальность будет проявляться в том что вот некая такой универсальный либо к вот этим универсальным квантом будет являться четная модель а ее вложением до или присоединение к ней будет являться нечетная модель так вот сочетание вот этих двух основ счет нечет до данном случае если мы вспомним тот же самый треугольник серпинского то есть есть внешний треугольник в которого внутрь вкладывается повернут на 180 градусов внутренний треугольник это по сути чет и нечет вложены друг друга вот что есть такое фрактальность на финансовых рынках но дело в том для чего нам нужна эта фрактальность дело в том что именно из фрактальности вытекает такое понятие как симметрия структуры финансовых рынков ведь именно симметрия точно так же как и фрактальность характеризуется свойствами самоподобия а уже симметрия свою очередь и предопределяет такое свойство рынков как цикличность но об этом мы будем говорить отдельно про циклы я буду делать дополнительное видео и так рыночная симметрия мы с вами начали говорить о рыночной симметрии значит что можно сказать по этому поводу вообще сама идея симметрии финансовых рынков далеко не новая ну и до сих пор если честно считается достаточно спорный большинство аналитиков подходят к идее о симметричности рынков весьма скептически и поддерживая ее или просто отрицая некоторые даже оспаривают ее но этот факт меня никогда не останавливал потому как я был всегда убежденным сторонников симметричной структуры финансовых рынков поэтому основное предположение которое я использовал в процессе работы над альтернативным волновым анализом подразумевало что в основе формирования четных волновых конструкций заложено правило внутренней симметрии финансовых рынков кстати такой вывод я получил чисто эмпирически раскладывая графики различных валютных пар на буквы алфавита наш флекс в течение нескольких лет именно в результате этой долгой и кропотливой работы я обратил внимание что четные волновые модели очень часто выстраиваются парно образуя тем самым симметрию обратите внимание здесь представлен на графике сужающийся волновой пакет на котором как раз хорошо прослеживается вот эта симметрия симметрия не самого волнового пакета а именно симметрия в дублировании волновых моделей в данном случае четных волновых моделей вот допустим как пример желтая волновая модель минус l дублируется желтый минус л красный минус x а красная модель плюс x дублируется красной моделью плюс е минус с синяя формация дублируется повторной синей формации не закрытой то есть не продублированы в данном случае осталось только зеленая двойка то есть с модель и а единичка но единичка продублировалась вот здесь сверху от нее как раз осталась стрелка а зеленая двойка продублировалась позже здесь на изображении этого участка нет таким образом наблюдая всякий раз за повторениями на рынке а я понял что не только четные формации дублируются на рынке но и нечетные конструкции данном случае anti x дублируется также затем я постарался объяснить этот эффект пытаясь привести для себя ну по крайней мере хоть какие-то теоретические доводы чтобы можно было обосновать полученные эмпирические данные попробую кратко представить те умозаключения которые я использовал чтобы объяснить гипотезу парности четных волновых моделей ну а затем уже и нечетно в общем основное объяснение было связано с предположением о симметрии структуре финансовых рынков существует мнение что симметрия на финансовых рынках должна возникать по причине того что предложение всегда стремится удовлетворить спрос то есть иначе говоря выступает в качестве своеобразной компенсирующей силы в результате который рынок постоянно постоянно стремится достичь точки равновесия в итоге мы имеем а всегда две взаимно компенсирующих друг друга силы но отличающихся при этом по знаку действия с моей точки зрения именно этот факт и обуславливает наличие на рынке симметрием иначе говоря симметрии силу хотя в данном случае речь идет скорее о динамической симметрии если так можно выразиться возможно кто-то скажет что термин динамическая симметрия используется неправильно потому что либо описывает совершенно другое явление либо имеет кардинально противоположную теоретическую описательную базу но нас это не волнует от слова совершенно во-первых дело в том что очень часто одно и то же слово или сочетание слов в русском языке может иметь несколько смыслов иногда даже а совершенно противоположных во вторых я не нашел более подходящего термина нежели этот чтобы подчеркнуть особую сущность той симметрии которую можно наблюдать в процессе формирования графиков финансовых активов ведь именно эта симметрия действительно динамическая такому выводу я пришел эмпирически проводя исследование волновых моделей на ценовых графиках практически 20 лет но мы начнем с термина симметрия и последующего объяснения того факта почему рынок его структуру лично я считаю симметричным вообще как вы понимаете симметрия существует много и вот что по этому поводу говорит википедия симметрия образована древнегреческого слова которое означает соразмерность широком смысле слова его можно трактовать как соответствие неизменность инвариантность проявляемые при каких-либо изменениях либо преобразованиях например положение энергии информации и другого случае же финансовых рынков симметрия будет проявляться в повторении пиков и впадин по истечении некоторого времени другими словами центром симметрии здесь можно считать точку вращения спирали которую мы называли аттрактор что такое аттрактор есть отдельное видео посмотрите вот именно по этой спирали и происходит развитие ценового графика однако длительность в течение которого течение которой данная спираль или аттрактор существует ограничено спустя некоторое время происходит мощная ценовая перестройка и график начинает развиваться уже совершенно по другой спирали соответственно с центром в другой точке мы об этом уже говорили вот здесь на изображении представлен странно аттрактор вот который тоже по сути является парным ну собственно говоря по этому время или длительность существования такой ценовой спирали или аттрактора и ведь именно эта ценовая спираль формирует волновой пакет это еще один очень важный параметр наряду с такой переменной как волатильность обозначающий меру изменчивости рынка но именно время они волатильность определяют ту цену которые участники рынка платят за формирование волнового пакета именно этот факт и обуславливает отсутствие статичности в симметрии волновых образований что отличает эту симметрию от той которую обычно мы подразумеваем упоминая это понять я бы сказал что рынок это такая симметрия центра и длительность которые всегда плавает иногда видоизменяясь рывками иногда наоборот устойчивыми постепенными движениями однако и здесь изменение временного параметра должно соответствовать принципу симметрии иначе говоря колебания времени сами по себе должны быть подвержены повторением циклом обуславливающим опять же симметрию но уже более высокого порядка однако вернемся к нашей ценовой симметрии ранее мы уже говорили с вами о том что физическим смыслом симметрии на финансовых рынках является действие покупателей и продавцов которые своими операциями формируют спрос и предложение стремясь удовлетворить потребности противоположной стороны совершая такие торговые сделки покупатели и продавцы выступают в качестве компенсирующей силы симметрично реагируя на действия противоположной стороны выстраивая нечто вроде взаимных симметричных санкций точно так же как это происходит сегодня в политике наша реакция будет представлять симметричный ответ по отношению к вашим действиям знакомо неправда вследствие таких действий рынок постоянно стремится достичь точки равновесия в результате взаимодействия этих двух сил получается что мы всегда имеем две силы стремящиеся компенсировать друг по друга друг друга и отличающихся при этом по знаку действия при этом возникает закономерный вопрос если же силы на рынке равны то откуда возникают тренды иначе говоря направленные движения на рынке для того чтобы ответить на этот вопрос необходимо понимать что силы эти в точности никогда друг другу не равны так как они только стремятся к этому равенству но происходит это в динамике то есть в постоянном движении в результате такого колеблющегося стремление к равновесию могут возникать существенные ценовые искажения образующие отклонения которые мы и называем ценовыми тенденциями или тренды кстати именно отсюда следует вывод что любой тренд является конечным по времени таким образом если мы говорим о симметрии на финансовых рынках мы не должны подразумевать в этом понятии абсолютную схожесть симметричных объектов обычно это означает что модели симметричны но симметричны они только до некоторой приемлемой схожести во времени необходимо понимать что рынок находясь в постоянном стремлении к точке равновесия никогда не задерживается в ней надолго исходя из этого утверждения мы можем сделать вывод что рынок всегда стремится к состоянию равновесия или говоря другим языком симметрии но чтобы быть более точным своих определений назовем нашу симметрию динамической то есть не строгой симметрии как ее обычно воспринимают а видоизменяющийся во времени плавающие симметрии при которой силы образующие ее постоянно стремятся к точке равновесия но достигают ее лишь на некоторое время после чего история вновь повторяется очень похожая ситуация происходит во время астрономических наблюдений когда видимых телескоп объект например луна виду атмосферных течений постоянно видится размытый и только на какой-то миг становится отчетливо видна до мельчайших подробностей лишь на мгновение когда атмосфера вдруг успокаивается таким образом гипотеза асимметрии финансовых рынков является основным постулатом альтернативного волнового анализа на котором построена по сути вся эта теория а на сегодня у меня все напоминаю что с вами был я валерий борискин спасибо всем кто смотрел подписывайтесь на канал не забывайте ставить лайки всех вам благ и до новых встреч